Всем привет, друзья! С вами Вальтер, Клуб Фламандцы, и, как я и обещал, краткая сводка информации по проекту Оруженосец. Пока другого оригинального названия я не придумал. 7 ноября я повесил объявление ВКонтакте о том, что еще Оруженосца готов его одеть, обучить, вооружить и возить с собой на войну. Объявление повесил с надеждой, может, один-два человека напишут, но мои ожидания, так сказать, оправдались сверх меры. Огромное спасибо всем, кто сделал репосты. Объявление просмотрело больше полутора тысяч человек и всего набрало просмотров около 11 тысяч. По факту за две недели мне написало 28 человек. Из них я сразу отсеял где-то с десяток, потому что писали люди абсолютно непонимающие, что, зачем, почему и неадекватные. Сейчас, на данный момент, я провел уже несколько собеседований с кандидатами. Еще двое были отсеяны на этой неделе, и двоих я отобрал. Это Игорь и Илья. Собственно, вот вы видите их фотографии. Буквально в субботу мы с ними встретились, пообщались. Ребята молодые, перспективные, еще мало понимающие в нашей теме, что самое главное. И я смогу их, так сказать, с нуля практически обучать в том включе, в котором мне нужно как в боевом, так и, соответственно, в историческом плане. Вот. Впереди у нас еще несколько встреч с другими кандидатами. И 23-го числа я собираюсь отобранных кандидатов пригласить на тренировочку нашего клуба, где мы попробуем их уже в деле. Посмотрим, какие у кого есть природные задатки по физическим параметрам. И уже будем принимать какое-то решение, кто проходит первичный отбор, кто не проходит. Вообще, сейчас уже на данный момент у меня отмечено 6 кандидатов. Думаю, что 5-6 как раз человек мы и оставим. И будем вести планомерное обучение и отбор. По факту, если даже все вдруг 5-6 человек будут подходить идеально, мы их оденем, соберем. И в перспективе будем, кроме всего состава клуба, выводить на поле еще и, так сказать, личную мою охрану. Рыцарское копье, которое будет меня защищать и активно передвигаться по полю, существуя боевые действия. Кратко, что планируется в проекте. В проекте планируется следующее. Во-первых, мы отбираем новичков. Одного и более. Комплектуем их вооружением и костюмом на период 13 века. По факту, это будет комплект копейщика. Ну, давайте в боевом плане определимся. Это стеганка, шлем, копье. То есть, минимальный комплект защиты для тренахи. И будем проводить с ними обучение. Это будет, соответственно, обучение фехтованию, владению копьем, сразу в два направления. Обучение работе в строю, обучение работе со мной в паре, каждого лично отдельно. И, конечно же, мы предоставим им определенный лекционный материал, чтобы интеллектуально развивать ребят. Обязательно прочитаем несколько лекций, дадим посмотреть видео. И к проекту еще присоединятся двое известных персонажей в нашей среде, о которых мы расскажем чуть-чуть попозже. Которые готовы прочитать лекции как и для нашего клуба, так и для новичков. Мы постараемся все эти лекции отснять на видео и предоставить также вам. Думаю, многим будет интересно прослушать про историю Фландрии конкретно. И вообще про историю каких-то отдельных событий или про историю социальной жизни в эпоху XIII века. Ну, вот как-то такие новости. Надеюсь, вам интересно следить за проектом и в перспективе в 2020 году. Ну, давайте определимся, например, на временной эпохе. Я надеюсь, что хотя бы один оруженосец до этого времени будет собран, доживет, обучится и будет представлен, так сказать, вживую на фестивале. Ну, а с вами был Вальтер, Клуб Фламанцы. Следите за нашими новостями. Подписывайтесь на Инстаграм, Ютуб и, конечно, заходите в группу ВКонтакте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok